В чем дело? Куда ты собралась? Меня не было всего двадцать две минуты. Почему ты не спишь? Звонил твой телефон. От Яростепа. Забыл трубку в номере. Джесси, познакомься. Эту молодую леди зовут Мария. Она побудет с тобой, пока я буду занят на работе. Привет, Джесси. Прошу вас. Джесси. Джесси, посмотри, что я тебе купил. Нравится? А мама подарила бы мне платье со снежинками. Ну, хорошо. Спи. Я скоро вернусь. Джесси очень изменилась после смерти матери. Она раньше была веселым ребенком. Я похоронил Линду. Год назад. И умер вместе с ней. Ну, что ж. Поеду в офис. У нас завезла программа. Это катастрофа. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Поезжайте. Все будет хорошо. Спасибо, вы ангел. Никому об этом не говорите. Хорошо. Знаешь, кто это? Санта. У-у-у. Это местный волшебник. И зовут его Пернаэль. Волшебников не бывает. И Санта тоже не бывает. А если я тебе скажу, что я сама его видела? Вы взрослые. Вы все время врете. Ну, почему ты так думаешь? Папа говорит, что моя мама стала ангелом. А она просто умерла и бросила меня. В общем, волшебства не бывает. Знаешь, Джесси, а мы с тобой очень похожи. Я тоже когда-то не верила в чудеса. Но в твоей жизни обязательно появится волшебник, и ты вновь поверишь в чудо. Ты кто? Я. Я волшебник. Волшебников не бывает. Как же не бывает? Бывает. Я сразу же пришел к тебе, как только узнал, что ты не веришь в волшебников. И вот, что я тебе принес. Это же то самое платье со снежинками. Да. Подарок от твоей мамы. От мамы? Да. Ты видел мою маму? Конечно, видел. Она меня бросила. Что ты? Что ты? Нет, она просто превратилась в ангела. А теперь живет на небесах. Но она все так же тебя любит. И заботится о тебе. Просто ты не можешь ее видеть. Так, значит, папа говорил правду. Конечно, он говорил правду. А теперь ложись спать. Засыпай. Все будет хорошо. Ну вот и все. Ну вот и все.